Цветовой охват. В англоязычной литературе это гамот. Этот термин уже не раз звучал, а что он значит? Вроде бы все понятно. Скажем, в RGB есть основные цвета, они же координаты трехмерного пространства. Есть пределы измерения, например от 0 до 1, если абстрактно, или в конкретной реализации для обычного 8-битного цвета до 255 значений по каждому измерению. Вот и сложился куб, все его значения определены. То, что я сейчас описал, это формальное математическое представление. Ведь оно не учитывает физического смысла и не проверяет существование реального, то есть видимого, цвета в каждой описываемой точке. А ну как мы вылетим за границы спектра и уйдем в инфракрасный диапазон. Формально-то точка определена, но видеть мы там ничего не будем. Реальность, как всегда, сложнее, и здесь мы встречаемся с ограничениями, которые определяются цветовым охватом, множеством возможных реальных значений цветовой модели, которая формирует ее цветовое пространство, в том смысле, какой принят в компьютерной графике. Чтобы говорить о моделировании цвета и его ограничениях, определимся с возможностями и потребностями. Вот простая табличка, которая сводит их вместе. У нас есть следующие носители цвета, то есть возможности для его наблюдения приложения. Лучи, то есть излученный свет определенного спектрального состава. Физические объекты, то есть отраженные от поверхности свет. Отпечаток, то есть тоже отраженный свет, но уже от растрированного изображения, когда картинка набирается точками основных цветов. А что мы можем захотеть сделать с цветом? Нанести или воспроизвести цвет, выбрать цвет из доступного множества и, наконец, определить цвет, то есть узнать, где его найти в том же самом доступном множестве. Когда речь идет о цветовых моделях, то в первую очередь определяется, к чему они применимы. Например, мы говорим, что RGB применимо к излучающим, а от SMIC к печатным устройствам. Второй вопрос, который уже непосредственно относится к охвату, это допустимые значения компонент. Возьмем примитивный случай, зато наглядный. Допустим, у нас одно измерение, шкала серого, и мы определим крайние точки, черный и белый. При этом рассчитываем, что белый это яркий солнечный свет, а черный это совсем черный, как в плотно запечатанной коробке. Это очень большой диапазон значения яркости, и теперь мы хотим воспользоваться этой моделью на компьютере. Но монитор не способен воспроизвести уровень яркости солнечного света. Абсолютную черноту он тоже не может воспроизвести. Первое, ему не хватит мощности подсветки, да и не смогли бы мы за таким монитором работать. А второе, не получится, потому что есть отражение от внешнего света, есть пропускание подсветки матрицы и прочие технические факторы. Получается, что реальный охват, который мы можем себе позволить, лишь фрагмент от полного охвата цветовой модели. И ноль монитора это далеко не ноль цветовой модели. То же касается и противоположного конца шкалы. Заметим, что величина шкалы в этом случае не определяет количество шагов на ней. То есть это лишь границы величин, а то, насколько будет делиться шкала, это другое дело. Это зависит от глубины цвета. То есть количество оттенков, которые, в свою очередь, определяются объемом памяти, выделенным для записи значений цвета. Цветовой охват определяется не сам по себе, а относительно эталонного цветового пространства. Существует такая картинка. Эта подкова описывает все цвета, которые может увидеть человек. Он здесь называется стандартным наблюдателем. Форма этой диаграммы довольно замысловатая, но она сформирована по тем самым кривым, которые описывают спектральную чувствительность колбочек. По периметру дуги вы видите длины волн спектра. Здесь располагаются чистые спектральные цвета. Срезанный кусок это не спектральный переход между низкочастотными красными и высокочастотными фиолетовыми. В общем, цветовой круг выглядит куда удобнее в определении цвета, но он мало пригоден для измерений цветового охвата и сравнения моделей. А эта диаграмма общепринятая карта для цветов, и любые модели на ней могут быть показаны. Здесь даже можно увидеть шкалу температуры цвета. Вот она идет от красного и заканчивается минуя белой в синей. Заметьте, она проходит белой, а не зеленой, как ожидалось бы на спектре. Далее мы будем говорить о различных цветовых моделях, и одной из важнейших характеристик модели является цветовой охват. В этих координатах будет прекрасно видно, какие модели в чем преуспели и где они пересекаются, а где нет.